Алевтина Тукан. Российская актриса театра и кино. Широкую известность получила после выхода сериалов «Девушки с Макаровым» и «Две девицы на мели». Отличается оригинальной манерой разговора, что придает ей особый шарм и помогает завоевывать любовь публики. Алевтина Тукан родилась 10 декабря 1994 года в молдавском городе Кишинев. Впоследствии родители переехали в Калининград, где будущая актриса и провела свое детство. В раннем возрасте она начала посещать музыкальную школу по классу фортепиано. Параллельно занималась народным пением, а из спортивных секций выбрала катание на горном велосипеде. После получения аттестата о среднем образовании поступила в школу-студию МХАТ, где обучалась на курсе Виктора Рыжакова. Выступать на сцене начала еще будучи студенткой. Одной из ее первых работ стала игра в спектакле «Платонов. Встреча первая», представленном на Платоновском фестивале. Помимо этого девушка играла в постановке «Часть тихий любить», в которой артисты читали со сцены поэтические произведения Эдуарда Лимонова, Дмитрия Быкова и Льва Рубинштейна. Актриса была задействована в спектакле Фро режиссера Михаила Рахлина в центре имени Всеволодомирхольда. Успех пришел к Алевтине в 2019 году, когда на экраны вышел сериал «Две девицы на мели», где главные роли исполнила Ольга Картункова и Алевтина Тукан, для которой это был первый опыт в комедийном амплуа. Она предстала в образе дочери миллиардера по имени Марго, вынужденной стать официанткой. В апреле 2020 года ее фильмография пополнилась военной драмой «Жди меня» о бригаде артистов, выступающих на фронте. Вместе с ней в сериале снимались Валерия Иланская, Алексей Демидов и Артур Иванов. В сентябре того же года триумфатором фестиваля «Амурская осень» стала лента Александра Цоя «Когда она приходит». Героиня Алевтина обладала даром предсказывать будущее и помогала парню по имени Максим подняться по карьерной лестнице. Сказочная на первый взгляд ситуация постепенно переходила в кошмар. Максим на глазах превращался в деспот османией величий, неспособного любить и склонного к насилию. В декабре того же года на экраны вышел сериал «Волк» по роману Александра Терехова «Каменный мост». Тукан блестяще исполнила роль Сони Рыковой, активной комсомолки и поклонницы Иосифа Сталина, постепенно теряющую рассудок и вообразившую себя другой девушкой. 8 февраля 2021 года стартовал второй сезон сериала «Две девицы на мели». Персонажам Картункова и Тукан удалось открыть собственный бизнес, но появились недоброжелатели, вставляющие палки в колеса. Подругам также предстояло разобраться с бывшими избранниками и найти новую любовь. Также в 2021 году состоялась премьер комедийного сериала «Девушки с Макаровым». Алевтина в компании Валерии Остаповой, Влада Ермолаевой и Елены Полянской сыграла выпускницу школы полиции. Барышни-новобранцы поступают в обучение к опытному полицейскому Павлу Макарову, которого сыграл Павел Майков. О личной жизни Алевтина Тукан не разговаривает, так как сейчас все время и силы уходят на съемки, а это главное, по ее мнению, на данном этапе жизни. Артистка активно занимается спортом, четыре раза в неделю посещает тренажерный зал, увлекается плаванием и бегом, старается правильно питаться. Все это позволяет ей сохранить встроенную фигуру и прекрасно выглядеть.